Монахиня Мария Сегодня поступило несколько вопросов, на которые мне нужно ответить. Первый вопрос – это пожилой возраст и как жить в нем. А второй вопрос тоже к пожилым женщинам – о питании. Итак, пожилой возраст. Что же это за возраст? Это удивительный возраст. Это возраст, когда человек уже отошел от обязанностей работы, от каких-то тяжелых моментов воспитания детей. У него есть возможность задуматься, наконец, о своей собственной жизни, о том, что сделано, как прожито, с каким успехом. И задуматься прежде всего о своей душе. Потому что отсюда начинается все. Это центр, это фундамент всех тех процессов, которые происходят с нами. Душа, дух и тело. Вот эта троичность – это единство. Все зависит от всего. Поэтому наше тело очень зависит от того, как мы, какова наша душа, каков наш дух. А что такое дух? А дух – это направленность души. Душа – это наше ощущение жизни, это наши все сердечные, умственные рассуждения и ощущения о том, на что они направлены, в какую сторону. Это уже дух. Так вот, у верующего человека – это дух Божий. Поэтому, если мы, например, часто видим и слышим слово «стресс» и постоянно его повторяем по поводу и без повода, то что же это такое? Это, в общем-то, неправильное отношение к тем обстоятельствам, которые с нами происходят. Ведь нет ничего случайного в этой жизни. Если вот это с нами случилось, и мы очень резко отреагировали, это, в общем-то, нам минус. Почему? Да потому что мы не живем по законам Бога, потому что мы не живем по законам Евангелия. То есть это что значит? Мы себя не анализируем, мы себя не контролируем. И поэтому все эти чувства – это обида, это зависть, это непрощение – все отражаются на теле. Но я вам скажу такой пример удивительный, когда мужчина молодого возраста потерял своего отца, который был для него величайшим другом. Он был с ним постоянно, и они были очень большими друзьями. И этот мужчина в 35 лет заболевает сахарным диабетом, притом в очень тяжелой форме, уже сразу с инсулином. О чем речь? О том, что человек неправильно понимал дружбу со своим отцом, потому что он был настолько к нему привязан, а привязанность должна быть такая сильная и мощная только к Богу, к его заповедям, а уж потом все остальное. И вот если бы он знал эти заповеди, если бы он знал эти моменты правильного отношения к жизненным обстоятельствам, он бы не заболел. Поэтому второй вопрос, например, о питании. Вот та же самая ситуация. Говорят, ну вот знаете, у меня попала бактерия хилибактер, и я вот заболела, у меня язва получилась. А это не просто так. Дело в том, что опять же многие стрессы к чему приводят? К тому, что гормональная система реагирует, выделяет определенные вещества, гормоны, которые могут действовать на сужение сосудов. А если сосуды сужены, значит, нарушается питание ткани, она ослабляется. Мало того, начинает мало выделяться, например, в желудке соляной кислоты, мало соков. В это время расслабляются сфинтеры, и заброс щелочи идет в желудок. Щелочная среда – это та среда, которую любит хилибактер. Поэтому без вот этого стресса, без вот этого сужения, без изменения вот этих первоначальных, и микробина этого не поселилась. Во-первых, нарушение питания. Во-вторых, обездвиженность. Вот вам абсолютный фактор, который приводит к очень многим заболеваниям в пожилом возрасте. Какой же выход? А выход в том, чтобы научиться правильно питаться в пожилом возрасте. Во-первых, надо помнить, что только в молодом возрасте человек может переваривать и усваивать достаточно большое количество пищи. После 18 стараться не есть. Если тяжелой аппетит, водичка или арбузь с кусочком черного хлеба, или яблочко сладкое, или груша такая сочная, и еще стаканчик водички, еще полстаканчика. И вот так лечь спать. Когда мы приходим домой или садимся за стол, то надо всегда помнить, что съесть я только тогда, когда у меня есть либо голод, либо аппетит. А так ведь я вхожу в дом и говорю, ой, что бы это мне съесть? В пожилом возрасте вот это очень важно. Объем. Объем должен сокращаться непременно. Жареное, жирное, копченое – это все тяжелая пища для теперь уже слабого желудка. Поэтому надо щадить его, поэтому есть все не тяжелое, а отварная рыба, отварное мясо. Бульоны, желательно, не крепкие. И овощи, фрукты, каши. Не надо забывать о свекле. Свекла – это удивительный продукт, красная свекла, которая содержит все микроэлементы. То есть кроме Германии. А Германия в чесноке. Поэтому чеснок со свеклой – это вкусно, это полезно, это обязательно необходимо. Кроме того, он еще чистит кишечник. А работа кишечника для нас очень важна. А вот относительно объема говорят так. Еще это, кстати, Чехов сказал, что если ты встал из-за стола с чувством легкого голода, это значит, ты наелся. Если ты встал с чувством, что ты наелся, ты уже объелся. А если ты встал и почувствовал, что ты переел, то ты отравился. Поэтому вот это надо всегда, мои дорогие, помнить. Помнить также, что во время поста особенно важны квашеная капуста, квашеная свекла, квашеные огурцы, помидоры. Почему? Потому что желудок на них реагирует, как на мясо. И поэтому выделяет соляную кислоту. Поэтому не забывайте вот этих наших замечательных русских традиций. Квашение и обязательно употребление, особенно в момент поста, когда нет мяса. Сейчас очень многие жалуются на то, что высокий холестерин. Не только высокий сахар, но и холестерин. А холестерин очень зависит тоже от стрессов. Есть такое даже понятие стрессовый холестерин. И кроме того, от употребления большего количества белков и сахара. Вот когда много мы едим сладостей и много животных белков, то высокий холестерин. Если человек начинает уменьшать все животные белки и начинает уменьшать, конечно, вот эти сладости, у него и сразу холестерин становится на место. Вот я еще хотел бы вот такое сделать пожелание пожилым людям, чтобы отказались от тех вкусностей, которые приучены с молоду.